Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов унес на этой неделе в парламент на рассмотрение проект дуэльного кодекса. Документ состоит из пяти частей и включает в себя 81 статью. В нем прописано, кто может являться субъектом дуэли, роды дуэлей, перечислены права оскорбленных и бла-бла-бла. Причиной возникновения такой инициативы, подозреваю, послужило видеообращение главы Росгвардии Золотова к оппозиционеру и блогеру Навальному, появившееся в Рунете незадолго до этого. В нем, напомню, генерал вызвал блогера на дуэль. Следом, впрочем, появилось еще одно кино уже от другого блогера Мальцева, где теперь Золотов на дуэль был вызван. Всю неделю страна только об этом и трепалась. Здесь, ребят, ну не даром кто-то когда-то пошутил, не оскудеет отчизны идиотами. Начинаем! Хотя вообще, конечно, ясно, что всю эту историю с дыльным кодексом автор замутил только с одной целью. Хайпа ради или ради самопиара, если так доступнее. Непонятно другое, почему самопиаром депутаты в рабочее время занимаются. Вот, избирательная кампания только что закончилась, которая, собственно, для этих целей и проводится. Пиарься не хочу. Таких не видно, не слышно было, а сейчас вдруг проснулись. Хочется спросить, что делать больше нечего? Все проблемы избирателей решили или выборы прошли, вопрос с той же пенсионной реформой отпал, а может быть цены снизились, рубль укрепился, в бюджете дыр больше нет. И на каком вообще основании слуги народа на работе бог знает чем занимаются. Вот ты попробуй завтра приди на службу, кем ты трудишься, менеджером по продажам, ага. Так вот попробуй завтра вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, продажами, стихи, например, сесть писать. Как твой начальник отреагирует? Правильно, как минимум оштрафует. А этим почему можно? Вот этот вот Иванов под 400 тыр получает одной только зарплаты, или в 12 тысяч рублей в день он нам с вами обходится. И я не учитываю соцпакет, льготы, медстраховку и так далее. То есть смело эту цифру на 3, а то и на 5 можно умножить. А занимается за такие бабки какой-то фигней человек. Федеральное агентство новостей связалось с автором инициативы, и он сообщил, что основной принцип кодекса дуэль может и должна происходить только между равными. При разработке своего законопроекта автор использовал исторические источники, решив адаптировать к современным реалиям дуэльный кодекс Василия Дурасова 1912 года. Причем не один Иванов ведь такой, они почти все там хреном груши околачивают. Напомните мне, от какого региона избиралась, например, Поклонская? От Крыма, да. А сколько законопроектов, которые принесут пользу жителям Крыма, она внесла на рассмотрение в Госдуму? Правильно, ни одного. Зато эта дама уже два года за светлую память царя Николая ратует, а еще с киношниками воюет. Милонова давайте вспомним. Санкт-Петербург человека в парламент избрал. Сколько полезных для Питера инициатив он предложил рассмотреть коллегам. Как и Поклонская по нулям. О нравственности все данный депутат печется потому, что нет, я не против, пусть занимаются чем хотят, но только в свое свободное время и не за мои деньги. И вообще пора какую-то систему жесткой отчетности для этих слуг народа уже придумать. Вот не сделала Поклонская для своих избирателей ничего за два года депутатства. Пусть вернет в бюджет все, что ей выплатили за этот период. Плюс штрафы, неустойки, пени и так с каждым. Да тогда никакой пенсионной реформы не надо будет принимать. Бабло в казне тут же появится. Причем переизбытки на Медне, вот на Дальний Восток с Путиным целая толпа этих дармоедов летала. Чего они там забыли? Какого рожна депутату от Саратова делать во Владивостоке? Ну надоели уже эти бездельники, честное слово. Сидят на шее у народа, едят, пьют за государственный счет, да интервью раздают направо и налево. Вот и вся их работа. Я тоже так хочу за 12 тысяч в день плюс льготы. Это реальная журналистика сегодня, как всегда. Прекрасно. Поехали. Ну и раз уж заговорили о Дальнем Востоке, туда вас и приглашаю. Правда не во Владико, а на Камчатку. Где в этом году рекордный улов лосося, как нам рассказывают пропагандисты из зомбоящика. Нет, улов-то правда рекордный, а знаете каким распорядились. Видео, которое я вам сейчас покажу, не советую смотреть слабонервным и впечатлительным. В общем, все остальные, господа, вы просто должны это увидеть. Район 94-го километра трассы Петропавловска-Камчатский-Октябрьский. Вот так вот, с него до все валится. Санки не поруты. Видимо, ночная куча. Еще одна. Обнаружены следы от грузовиков с парки колеса. Вообще, картина такая для Дальнего Востока в это время года почти нормой. Является, тонны рыбы частенько тухнут в приморских лесах и на свалках. Главным образом из-за того, что промышленников интересует исключительно икра. Варварство, согласен. Но хотя бы икра бизнеснюков интересует. А в случае, о котором мы говорим сейчас, внимание на экран. Вот теперь еще раз и уже на пальцах поясню вам, для чего это варварство вершится. А в этом году, как я уже сказал выше, на Восток пришла большая удача. Улов лосось обьет всемыслимые и немыслимые рекорды. Правда, это только для нас с вами данная новость очень хорошая. А вот для хапуг, которые на том лососе и на той икре бабло делают, именно бабло, не деньги. Потому что речь о нереальных прибылях. Так вот, хапугам оно вообще не выгодно. Больше рыбы, значит придется снижать на нее цену. Подозреваю, сами уже догадались. Здесь естественно. Излишки проще выбросить. Главное, чтобы монета в кармане звонче звенела. Ну вот скотство, честное слово, я другого определения подобрать не могу. Что у нас за страна такая уродов и мерзавцев? 22 миллиона работающих официально за чертой бедности находятся. Плюс пенсионеры. Кто-то эту рыбу, эту икру в лучшем случае на новогоднем столе видит с картошки на макарошки. Люди перебиваются. А какие-то скоты просто ради очередной виллы в какой-нибудь Италии, где они и бывать-то будут раз в году. Потому что у них этих вилл всю Камчатку расселить хватит. Вот так вот поступают дальше. Теперь о чиновничьем беспределе, который в России стал уже нормой. В Ульяновск вас приглашаю. Где на медню уволили директора школы номер 72 Людмилу Шишкину. Знаете за что? А женщина, видишь ли, набралась наглости бросить вызов системе. Но обо всем по порядку. Некоторое время назад у Шишкиной возник конфликт с местным олигархом и главным единороссом Ульяновска. Ростиславом Эдвардсом. Последний является монополистом в регионе по поставкам школьного питания. Все образовательные учреждения покупают питание для детей только у него. А Людмила Петровна отказалась. Нашла других поставщиков. На нее, разумеется, начали давить. Но учительница оказалась не робкого десятка. И сама решила создать оппонентам проблемы, выдвинув свою кандидатуру в депутаты. Примечательно, что на выборы женщина шла по одному округу с тем самым Эдвардсом. И шансов победить единороссу не оставила у Шишкиной сумасшедшая популярность в районе. Потому что тогда подучительницу начал копать избирком, искать нарушения. И ведь нашел. Короче, сняли ее с выборов. Но Таня успокоилась и объявила голодовку. В общем, многоходовочка данная еще больше шарахнула по рейтингу Единой России. В конце концов, проиграли они кандидату от ЛДПР, за которого народ из принципа проголосовал. Проиграть-то проиграли, но вот отомстить не забыли. Никакой политической подоплеки данное увольнение не имеет. И я очень надеюсь, что в дальнейшем с новым директом школа будет развиваться. Так, как положено и развиваться. Хорошо. А причины какие? Я понимаю, что вы ссылаетесь на статью Трудового кодекса. Да, откройте статью Трудового кодекса. Юридически. Вы юридические причины назвали. Аморальные какие? Она не справляется со своими обязанностями? Я еще раз вам сказала, что 278 статья это в отношении работодателя и работника. Все, раздал вам помощь. Слушайте, в какой же прекрасной стране мы, ребята, живем, где по каждому порядочному человеку могут катком проехаться просто за то, что он порядочный. Причем ведь как шакалы против одной маленькой учительницы стаей. На днях я с одним пробитым военным беседовал, который с ухмылкой меня спросил, ну и что изменится, если ваша оппозиция отнимет большинство у партии власти? Сейчас ему отвечу. Да вот таких вот шакалей их стаи хоть поменьше станет. Все. Это была реальная журналистика и сегодня вот так дальше сами все знаете. Ссылка наверху в соцсетях жду. Подписаться на канал не забываем. И на этой оптимистичной ноте спешу откланяться пока. Пока. Ну насчет комиссии по борьбе с коррупцией я могу сказать только одно. Но это дело, конечно же, руководства Государственной Думы. Вот мое мнение таково. Уважаемые друзья, не отдавайте это оппозиции. Потому что это самая благодатная тема. И вы сами отлично это знаете. Сделайте так, чтобы борьбу с коррупцией возглавила Единая Россия в Государственной Думе. В противном случае количество упреков по поводу концентрации жуликов и прочих неблагонадежных элементов будет только расти. Продолжение следует...